И жизнь, 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 и жизнь. Любое дело у казаков начинается с молитвы. Так было и на этом слете, который впервые прошел в Анапе. Гимн России юные казачата пели вместе со своими старшими наставниками. Один из наиболее ярких моментов – выход знаменной группы, и уже потом – официальное начало работы с летом. Только в Анапе в Союзе состоит более полутора тысяч школьников. Движение было создано в прошлом году при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Его главная цель – единство воспитания и образования с опорой на исторические ценности кубанского казачества. С каждым днем количество детей растет. Сейчас ведется обширная работа по привлечению в Союз казачьей молодежи ребят из высших учебных заведений, из техникумов, которые также закончили казачьи классы, и на данный момент с руководством этих учебных заведений ведется работа. И там также будут открыты отделения союзов, и ребята будут заниматься казачьим самоуправлением под эгидой Союза казачьей молодежи Кубани. На этот слет прибыло много почетных гостей. В их числе заместитель главы администрации Анапы Сергей Козлов, атаман Анапского казачьего общества Валерий Плотников, председатель Союза казачьей молодежи Кубани Александр Агибалов и многие другие. Атаман Таманского отдела Иван Безуглый дал высокую оценку работе Анапского отделения казачьей молодежи Кубани. Благодаря усилию, усердию Атамана районного казачьего общества, главы муниципального образования Юрьевича Полякова и казачьего полковника Сергея Алексеевича Козлова, который я сегодня пришел, он все детально рассказал, все показал, я вам скажу, старается. Я благодарен администрации района, благодарен атаманам всех станиц и хуторов. И после уезда с Анапы я еще долго вспоминаю свое посещение, рад тому, что здесь все здорово и хорошо. За вклад в работу Союза самым активным участникам были вручены почетные грамоты и благодарности. Виктория Лихачевская – потомственная казачка. Она тоже в числе награжденных. Ее предки были одними из основателей казачьей станицы Гастагаевской. После начальной школы мы наш класс посвятили в казаки, и вот мы уже три года состоим в казачестве. Развиваемся, ездим на всякие соревнования, побеждаем грамоты, получаем. Казачья форма обязывает быть дисциплинированным, вести себя хорошо и подавать пример другим школьникам, которые только хотят поступить, получить казачество. Помимо общения с почетными гостями слета, ребятам показали документальный фильм об истории казачества. А после завершения работы перед гостями выступил поэт и музыкант Владимир Никитин. Руслан Душевский. Анапа. Регион.